По интернету ползет слух, что Microsoft уходит из России. Официального заявления пока не последовало, но перевод цен в доллары США в Microsoft Store и невозможность купить из России лицензионное программное обеспечение компаний навевает на мысли. Предполагается, что это подготовка к новым санкциям. А интересно, что будет, если Microsoft уйдет из России? Здравствуйте, я Антон Павленко, а давайте пофантазируем. Уйдет Microsoft с нашей страны или нет, мы узнаем после официального заявления. И что-то мне подсказывает, что в этом выпуске вы его услышите. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А еще у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, Microsoft ушло из России. Кто у нас передовики? На ком все тестируют? Конечно, госучреждения. Первым делом все госучреждения переводят на отечественное программное обеспечение. Хотя сейчас и так это делают. Но малый и средний бизнес не спешат к переменам. По мнению этих диверсантов, отечественное ПО не удовлетворяет их требованиям. Они используют паленное программное обеспечение. Так как Microsoft ушло из России, то лицензионные иски некому и нести в суд. Правительство наносит ответный удар. На войну выходит Роспотребнадзор и запрещает всю продукцию Microsoft. Они вводят большие штрафы и санкции за использование программного обеспечения неугодной компании. Тратятся кучу денег на рейды и проверки, чтобы выявить нарушителей. Российские компании под гнетом сдаются и вынуждены используют российское программное обеспечение. Роспотребнадзор ликует. Они выиграли компанию, которая не вышла на войну. В России начинает преобладать отечественное ПО. Но из-за непривычного интерфейса и нестабильной работы растет негодование обычных пользователей. Проходят митинги офисных работников с лозунгом «Верните нам Windows, мы работать не можем!» Но под угрозой увольнения, закрытия фирм и других патриотических лозунгов они сдаются. Господство отечественного ПО восторжествовало. Под гнетом пылких пользователей, качество российского ПО возрастает. Им начинают интересоваться союзники, отказываясь от продуктов Microsoft. Компания негодует. Мало того, что под давлением американского правительства они потеряли такой большой рынок, так еще и этим поспособствовали развитию такого сильного конкурента. Как член Linux Foundation они подговаривают open-sort сообщества нести правки в лицензию программного обеспечения и запретить использование исходного кода российскими компаниями. Но это не помогает. Российские компании, наплевав на лицензию, все равно используют исходный код и на его основе создают свои программные обеспечения. Софтерные гиганты американское правительство негодуют. Они наносят решающий удар, запрещают на территории России подконтрольный ему гитхаб. Казалось бы, что война выиграна. Но российские компании, используя VPN, обходят блокировку, загружают исходный код и используют его в своих программах. Осталось запретить иностранные хостинги для России и заблокировать для нее вход во всемирную паутину. Но это все сказки, так как Microsoft уже выступила с официальным заявлением, что не уйдет из России. В связи с развитием бизнес-практик Microsoft Store все цены будут отображаться в долларах США. Пользователи в России могут также посетить партнеров-ритейлеров, чтобы приобрести продукты Microsoft за рубли. Все это было продиктовано необходимостью развития бизнес-подхода. После проведения технического и операционного анализа Microsoft приняла решение переориентировать продажи на розничных партнеров. Microsoft и Америка не отпустит такой жирный рынок. На этом все. Если выпуск вам понравился, ставьте палец вверх. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!